Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики, девочки. Здравствуйте, уважаемые папы и мамы, наши дорогие бабушки и дедушки. Меня зовут Алексей Андреев, и мы начинаем нашу еженедельную познавательную программу «Открывашка» здесь, на «Эхо Москвы» в Кирове. Напоминаю, что то, что происходит сегодня в студии, вы можете видеть на экранах своих компьютеров и мобильных устройств. Ну а для этого нужно зайти на сайт echokirova.ru и перейти по вкладке «Веб-камера в студии». Также вы можете звонить к нам сюда в студию по номеру 211-101, делайте это регулярно. Сегодня нас ждет много всего нового и интересного, поэтому будем рады слышать еще и ваши голоса. Друзья, заканчиваются новогодние праздники, новогодние каникулы, и сегодня мы будем говорить о традициях празднования Рождества. Сегодня, как всегда, у вас, наши юные слушатели, есть возможность выиграть прекрасные призы и подарки, поэтому располагайтесь поудобнее у своих радиоприемников и держите поближе свои телефоны. Вести сегодняшнюю программу помогают наши юные открыватели Злата Андреева, Саша Копылевич и Миша Голиков. Здравствуйте, ребята, еще раз. Здравствуйте. Ну и, конечно, давайте по традиции уже, можно сказать, поделимся своими новостями, поделимся интересными открытиями. Что у вас произошло за вот эти новогодние каникулы, как вы их вообще проводили, что было необычного? Давай, Злат, с тебя начнем. Ты единственная девочка в этой замечательной компании открывателей. Ну, вообще, за эти каникулы у меня было много чего интересного. Мы три раза ходили в театр, ходили в кино, принимали у себя гостей, посещали каток, ходили на множество разных елок. Ну, и, наконец, в теплом семейном кругу отмечали Новый год. Замечательно. Вот в теплом семейном кругу это сейчас очень хорошо, особенно учитывая, какая погода стоит за окном. Последние два дня, наверное, как раз теплый семейный круг чувствуется больше всего. Саша, рассказывай, что у тебя интересного произошло? Я отмечала Новый год, было много чего веселого. Я ходил в кино, в музей, вообще много куда. К нам приезжали из Питера люди, и я ходила в гости много, ко мне ходили в гости, ко мне ходили преимущественно с ночевкой. То есть, прям вот так вот сразу приходили и оставались ночевать. Да, у меня приезжали друзья. Видимо, вас хорошо принимают дома, да? А вот гости из Питера это были друзья или родственники? Друзья. Друзья приезжали, замечательно. Миша, как у тебя? Я расскажу о двух вещах, самых интересных, которые у меня произошли за каникулы. Первая вещь, это я и наша группа выступила, была премьера в театре на Спасской, нашего спектакля. То есть, прям в театре на большой сцене? На малой сцене. На малой сцене. Мы и наша группа полгода готовились к этой премьере. Мы пытались изобразить бактерии, побелку на потолке, самовары и разные интересные вещи. Ну, так как у нас все могут видеть наши радиослушатели, ты можешь показать, как эту бактерию изобразить? Ну, станцевать. То есть, ты прям танцевали, да? Ну, у Саши вот есть подсказка, как показывать бактерию, если что. Ну, и вторая вещь, я давно интересуюсь самолетами, и на каникулах я начал делать вот такие вот модели, летающие. То есть, если его сейчас запустить, он, естественно, спокойно улетит. Ну, давай, пока запускать не будем, пусть он будет у тебя. Ну, он на 30 метров может улететь. На 30? Да. Нифига себе. Ну, вот примерно такая реакция, наверное, должна быть у любого человека, который никогда подобную модель не делал. Ну, я думаю, мы потом с Мишей, когда будет чуть потеплее, обязательно запустим эти самолеты. Ну, а так как мы сегодня говорим о встрече Рождества, о каких-то рождественских традициях, обычаях, вообще об интересных вещах, связанных с Рождеством, и напоминаем всем нашим юным радиослушателям, юным открывателям по ту сторону эфира, что можно выиграть призы в нашей программе. Давайте попробуем сразу. Я знаю, что вы приготовили вопросы, которые связаны с Рождеством, они и вас интересуют, и наверняка будут интересны нашим слушателям. Ну, вот, Миш, давай с тебя начнем. У тебя есть какой-то вопрос для тех, кто нас слушает? Да. Давай. В каких произведениях русских писателей-классиков тема Рождества? В каких произведениях русских писателей-классиков звучит или раскрывается тема Рождества? Напоминаем, вы можете дать свой правильный ответ, дозвонившись к нам в прямой эфир по номеру 211-101. Будем рады слышать. Друзья, ну и, конечно, чтобы знать, для чего вы звоните, какие призы вас ждут, Злата, давай расскажем, что у нас есть сегодня в копилке. Сегодня в копилке у нас есть билет на две персоны в музей мороженого Артика, книга «Герои первобытного времени», энциклопедия «Мифология», сказки Барда Битля из библиотеки Хогвартса, книга «Вятские народные промыслы» и ремесла, билет на две персоны в театр «На Спаска» и на спектакль «Снежная королева» 14 января в 11.00. Билеты в кинотеатр «Киномакс». Замечательно. Призов у нас много, но вот давайте первый возьмем за Мишин вопрос. Я думаю, вот такая вот замечательная книга, она называется «Вятские народные промыслы и ремесла. История и современность». Напоминаем, вопрос был очень простой или в то же время сложный для юных слушателей. В произведениях каких русских классиков раскрывается тема Рождества. Ну, а чтобы раскрыть тему Рождества в полном объеме нам сегодня в этой студии, конечно, пришло время представить наших уважаемых гостей. Итак, прямо напрочь меня находится Людмила Георгиевна Крылова. Это руководитель уникального в своем роде, единственного в нашем городе, да и, наверное, в стране, историко-кровеческого клуба «Мир». Объединение клубов «Перекресток», которое знает, ну, практически все о истории нашего Вятского края, об его особенностях, о его традициях. Вместе с ней пришел замечательный коллектив. Это ребята, которые в клубе, можно сказать, и выросли, и свои семьи уже туда приводят. Ну, и представляет сегодня ансамбль вятской казачьей песни «Вересень». Алена, Юля, Андрей, Володя и Семен. Вот такой колоритный, наверное, самый узнаваемый участник этого коллектива. Здравствуйте, друзья! Людмила Георгиевна, расскажите нам немного хотя бы, как же проходит встреча Рождества? Как она должна проходить? Я думаю, ребятам будет интересно. А, уже есть звонок первый, да? Показывают, что уже есть первый звонок. Итак, хорошо. Звонок в студию. Нет пока звонка. Ну, ничего, мы обязательно дождемся. Я так понимаю, что просто холод, знаете ли, провода замерзают, руки у людей. Тоже мы обязательно услышим ответ на вопрос. А, Показываю, Людмила Георгиевна, вам слово. Нет слова. Наверное, нет праздников, праздника, который так долго ждали это Рождество. Потому что Рождество – это всегда тайна. Рождается Иисус Христос. И вот в этот день, в канун Рождества, ходили всегда. Да. А как, вот мы можем задать вопрос, можем задать вопрос сразу нашим слушателям и зрителям? А может быть, ребята у нас ответят. День, без Рождества, как назывался? Сочельник. Какой ты молодец. А что же такое вообще Сочельник? Подготовка к Рождеству, последний день поста. Хорошо. Последний день поста. Подготовка к Рождеству. Звонок. Давай, Саша, молодец. Саша ответил на вопрос. Посмотрим, как ответят наши слушатели. Вопрос был про классиков и их творчество. Итак, добрый день. Доброе утро. Сказки Гоффмана. Щелкунчик. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут, молодой человек или девушка? Я пока по голосу разобрать не могу. Мальчик, девочка, кто у нас на проводе? Мальчик. Здравствуйте. Как вас зовут? Виталик. Виталик. Очень приятно. Виталик, ну давайте, рассказывайте, Виталик, что вы знаете про классиков и их произведения про Рождество. Сказки. Скажи, мальчик. Мальчик. Итак, какая сказка, Виталик? Мальчик, Виталик. Виталик, скажи, пожалуйста, какое произведение ты хотел нам сегодня назвать? Щелкунчик. Щелкунчик. Замечательно. Не русский классик, но принимаем, Миша? Принимаем, принимаем ответ. Виталик, а сколько тебе лет? Пять. Пять лет. Ну ты молодец, Светлана, такой вопрос. Да, вот Саша и Миша кивают головой, говорят, принимается ответ. Поздравляем тебя, Виталик, расскажем тебе, как замечательный вот этот подарок. Получите книгу «Авятские народные промыслы и ремесла». Спасибо. Спасибо, друзья. Напоминаем, звоните, отвечайте на наши вопросы. Номер прямого эфира 211-101. Заходите, естественно, на сайт Хакирова и смотрите .ру и смотрите все, что происходит в прямом эфире здесь, в нашей студии. Мила Георгиевна, продолжаем. Мы, значит, ребята, ответили, что такое сочельник. Давайте все-таки разберемся с сочельником, чтобы потом перейти к Рождеству, хорошо? Значит, ты сказал, что это канун Рождества, а вот, ну а почему слово-то такое сочельник? Давайте разберемся с этим словом. Нет, ну точно не поедают сочень. А, поедают, хорошее слово, да? Сочни. Сочни – это хлеба такие были бездрожжевые. И вот была такая традиция угощать этим сочням, да? Приходили калядовщики, кидавали, и их угощали, и они угощали этим сочням, да? Вот, это канун. И в этот день приходили калядовщики. В первый день ходили девочки, на второй день ходили мальчики. А от того, что у нас все соединилось, что такое девятнадцатый век? В девятнадцатом веке, если девятнадцатого века существовала все-таки, как мы говорим, дохристианская традиция калядования, то девятнадцатый век уже в полной мере воссоединил христианскую традицию с дохристианской традицией. И ходили все. Ну вот давайте, раз уж пришли мы все в рамках новых традиций, давайте, я думаю, и нашим юным открывателям, и слушателям будет интересно услышать, что же такое калядование, как это вообще звучит, как это происходит. Давайте, мы знаем, что вы приготовили для нас несколько интересных подарков. Может быть, не обязательно связанных с калядованием, но с Рождеством точно. Давайте. И с калядованием тоже. ПЕСНЯ Начинали славить Господа нашего Иисуса Христа, родившего сюда, и хозяев. Вот Юля, думаю, споет, у нас ребята поддержат дальше. Вот, что пели в первую очередь. Добрий вечер тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, сын Божий народився. ПЕСНЯ ПЕСНЯ А на цьому слові, бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, земле, сын Божий народився. ПЕСНЯ Спели. А можна ми похлопаєм, да? Давайте ми похлопаєм, ребята. ПОАПЛОДИРОВАЮТСЯ Спасибо большое. Вот, у мене лежит на столе, ребятам я не дала, чтобы задать вам, ребятам, в первую очередь, вопрос. Вифлеемская звезда. Вифлеемская звезда. Замечательно. А почему, задам вам вопрос, ходили именно с Вифлеемской звездой? Потому что под этой звездой родился Иисус Христос. Так, а где это такой город? Вифлеем. А? Хорошо. А что обозначает, Злата, наверное, вот просто по глазам вижу, знает перевод этого слова? Вифлеем. Хлебный город. Хлебный город. А вы молодой человек? Как насчет этого? Нет, хлебный дом. Хлебный дом. Вот, значит, мы немножко разобрались, потому что это была отличительная черта всего того, кто подходил к дому, это были калейдовщики. Вот, Юля, возьми сейчас, пожалуйста, Вифлеемскую звезду. Просто Вифлеем похоже на два слова, Вафлеем. Это вот тебе сейчас. Вот, кстати, дорогие друзья, Людмила Георгиевна, наши гости, вот сейчас вы видите, как мы-то видим, как переходит из рук в руки та самая символичная Вифлеемская звезда, это же самое могут увидеть сейчас как раз и наши радиослушатели. Напоминаю, для этого нужно зайти на сайт ихакирова.ру и перейти по вкладке веб-камера в студии. И все, увидите своими глазами, в каких замечательных костюмах пришли сегодня наши гости, как выглядит та самая Вифлеемская звезда. И у кого она в лбу зону горит. Да. А еще хочу сказать, вот вам спели, славили Иисуса Христа и славили хозяев. А хозяева-то что делали? Хозяева угощали. Угощали. Или что-то я не вижу, чтобы вот вы угощали, но будем думать, что потом, да, этот момент. Вот мы ждали этого момента. Да нет, почему? Надо же показать пример, да, ребят? Да, конечно. Я понимаю, что вам не дотянуться, но я вот хочу сразу сладостями угостить наших. Семен, давай тебе первую мандаринку сразу. А куда складывали, Юля? И конфетку. А так как вас много, я думаю, надо остальным тоже дать. Да. Ну, складывай, складывай. Ну, чтобы мы как-то не прослыли с купыми хозяевами. Да, конечно. В первую очередь угощали. И бывало так, ребята, что в один дом не одна такая компания калядовщиков заходила, а целый день могли заходить. Представляете? Это сколько сочней надо приготовить. Ты можешь себе представить? А уже потом и не сочни. Все отдавали. Отдавали все, что есть. Отдавали, потому что тебе-то ведь желали всего хорошего. И славили Господа, и желали дома всегда хорошего. Вот давайте пойти еще, ребята, калядку. Мебель, что ли, тоже отдавали? Мебель не отдавали. Мебель была тяжелая, не унести. Заметь, отдавали то, что можно покушать. И хочу сказать следующим образом. Калядовщики ходили целый день, все в один складывали мешок, складывали мешок, складывали мешок. А потом пир горой. А потом устраивали не просто горой, а все это на стол, потому что они заслужили это, понимаешь? Потом пир горой был, но никогда не ели после того, как вот им дали, быстро есть. Потом все, да. То есть они ждали, терпели? Да, терпели и вы были. Что было, если хозяева не давали угощения? А такого не бывано было. А то порчу бы наводили. Представляешь, Златок, тебе пришли, говорят, пусть ваш дом будет полон, чтобы у вас все уродилось. Чтобы детки были здоровы. И чтобы и папа с мамой. А я же ничего не дам вам. Ну, представляете себе, вот такие жадные хозяева сидят. Тогда порчу наводили. Нет, порчу никто не наводил. Порчу никто не наводил, да. Но в песне вот вы услышите, как говорится про скупых хозяев. А пока вот Сашу интересует очень сильно тема Рождества. Я вижу, что он тоже готовился. Поэтому, Саш, давай вопрос от тебя для наших радиослушателей. Напоминаю, подарков у нас много сегодня. Надо все разыграть. Какое третье название у колядок? Вот есть колядки, есть святки. А какое третье название? Итак, дорогие друзья, вы услышали вопрос. Какое еще название есть у колядок? Дозвониться до нас можно легко. По телефону 211-101. Берите бы скорее в руки ваше мобильное устройство, телефоны и звоните. Мы будем рады услышать ваш прямой ответ. Итак, друзья, ну что, сейчас нам покажут, как профессионально это делать, а потом мы тоже кое-что вам взамен предоставим. Звезда-то у нас идет всегда над вами. А чем вы нас хозяева одарите? Денег мешок или каши горшок? Кувшин молока или кусок пирога? Копеечки на конфеточки или гривенчики на прянички? Ты гулял по всем, по заулочкам, по проулочкам. Кому песню поем, кому сбудется, кому сбудется, не минуется. Выходи, хозяин, выходи, боярин, встречай гостей со всех властей. Так чем одаривали-то дети? Слышали, да? Да. Так чем одаривали? Горшок. Каши? Да. Каши, каши, прянички. Отдавали горшок тоже, мебель не отдавали. Затем копеечку могли дать. И сразу про копеечку. Была такая традиция, раз мы говорим про традиции. Вот у нас сейчас в пельмени иногда кладут чего-то, да? А вот раньше на Рождество пироги пекли, да? И в один из пирогов курник такой вот вкусный, да, с курочкой. Клали монетку. Вам вопрос, дети. А вот как вы думаете, зачем эту монетку положили и кому она достанется? Ну это как в лотерея, кто выиграл, тому повезло. Тому повезло. Ну тут может себе купить что-нибудь. Это как, хорошо насчет купить. Копеечка большого дела была и много стоила. Хлеба-буханку. Да, я думаю, что побольше. И хлеба-то как-то не покупали, наверное. Хлеб делали сами, а вот покупали что-то, наверное, очень необычное. Это очень повезло. Ну шубу ты на копеечку не купишь, но хорошо. Я бы купила шубу. Просто сразу заметьте, какие интересы у современных детей. Да, дети-то у нас, да, менялись, менялись, менялись дети. Итак, напоминаем вопрос, Людмила Георгиевна, да, прошу прощения, что перебиваю. Третье название укалядок. Вопрос, третье название укалядок. Мы очень ждем звонок к нам в студию. А вот мы обещали, что мы вам кое-чем творческим тоже постараемся удивить. Ребята готовили небольшое домашнее задание. Они тоже пробовали свои силы в калядовании, во всем, что с этим связано. И вот сейчас попробуем, кто рискнет, ребят? Ну мы пробуем, мы только учимся. Поэтому вот Саша там показывает всеми силами. Он говорит, я хочу. Я хочу, я хочу. Дайте мне. А мы поможем, поможем. Нет, мы поможем. Я не готовлюсь. Давайте, Злата, у тебя есть небольшая калядка, насколько я знаю. Давай попробуем, а мы будем подпевать, помогать. Как получится? Можешь просто начинать с выражением читать, а мы сразу ритм зададим. Давай. Чтобы это была настоящая калядка. Пришла каляда накануне Рождества. Мы ходили, мы искали каляду у Ивана во дворе. Что Иванов двор позолочен. Ходила каляда у Иванова двора. Иванов двор на семи столбах. На семи верстах столбы точенные, позолоченные. Ну это вот наш такой авторский взгляд на калядку. Мы тоже можем похлопать. Я думаю, что у нас ответное слово будет. Давайте. Давайте сразу ответное тогда. Баттл. А куда конь хвостом, там жито кустом. А куда козорогом, там жито стогом. У вороварки был козел, у вороварки был козел. И был козел, и был козел, и был козел. Заскочил он вагород, заскочил он вагород. В огород, 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 в ого Повела его на базар, повела его на базар, на базар, на базар, на базар, на базар. Ей давали три рубля, ей давали три рубля, три рубля, три рубля, три рубля. Продала на козла, продала на козла, продала, 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 продала. О как! Огурцы жалко. Огурцы жалко. Я хочу сказать, вот Злата калятку прочитала, а ребята спели песни еще, которые народные пели, такие шуточные, когда ходили калядовать. Вот они приходили в дом, да, вот в наш дом пришли, от того, что у нас не так много места, а представьте, в дом-то большой, да, зашли. Они сначала прокалядовали, потом их угостили, а потом они еще спели, а потом они поиграли, а потом еще и песню какую спели. А мы сейчас будем не петь, мы сейчас будем слушать правильный ответ на вопрос, который прозвучал от Саши. Итак, давайте узнаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Света. Сколько тебе лет? Семь. А чем ты сейчас занимаешься? Слушаю большое радио. О, наше радио. Эхо Москвы в Кирове. Итак, Света, семилетняя наша гостья. Свещай. Виноградья. Давай, давай правильный ответ на вопрос. Я думаю, что виноградья. И это правильный ответ. Ура. Здесь барабанная дробь, аплодисменты. Это правильный ответ. А что мы подарим Свете, ребят? Давайте посмотрим. Ну вот, мне кажется, нормально? Подойдет такой подарок? Да. Саша, как ты считаешь? Итак, Герои первобытного времени. Это книга о самых первых людях и о самом начале нашей истории. Вот такая замечательная книга достанется сегодня. Видите, кстати? Она как раз хотела ее в библиотеке взять. Ну, наверное. Итак, друзья мои, это передаем мы Светлане. Вопрос прозвучал, ответ на него тоже. Ну, а самое интересное, самое интересное, что у Миши, насколько я знаю, тоже есть маленький творческий вклад в нашу сегодняшнюю встречу. Да, ведь Михаил? Давайте, удивляйте нас. Вкладывайте, он достал оттуда. Вкладывайте, конечно. Не, они же готовились, они все заранее спланировали. Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Снег пололи, под окном слушали. Кормили счетным курицу зерном. Ярый воск топили. В чашу с чистой водой клали перстень золотой. Серьги изумруны. Расстилали белый плат. И над чашей пели Влад. Песенки подблюдные. Песенки подблюдные. Вот, это будет вопрос у тебя, кто это написал или что делали? Ты просто, что делали, да? А давайте для зрителей зададим вопрос. Пусть маленькие зрители вместе с родителями могут тоже им помочь. Подсказать, по крайней мере. Подсказать. Такое слово, словосочетание прозвучало. Песенки подблюдные. Ты сам знаешь, что это такое? Ну, это песни. А давайте, давайте, это будет вопросом. Давайте, это вопрос для наших слушателей. Вопрос. И самый красивый приз. Потому что это непростой вопрос. Что же это такое? Саша прочитал. Песенки подблюдные. Итак, друзья, что такое подблюдные песни? Для этого нужно, конечно же, посоветоваться с родителями. Я думаю, они вам все равно должны подсказать. Либо, может быть, есть у нас такие слушатели, которые сами уже все знают. И поэтому могут легко дозвониться к нам по номеру 211-101. Увидеть нас в студии, услышать нас здесь. И, естественно, дать правильный ответ. Подарков у нас еще много. Я думаю, мы дадим возможность за такой сложный вопрос, ответившему правильно самому, выбрать себе подарок. Какой ему нравится. По душе, что называется. Ну вот, немножко еще скажем про приметы, про Рождество. Вот если вы вчера, выходя из дома, несмотря на такие морозы, посмотрели на наше небо над нашим городом, то увидели его усыпанное звездами. Говорили, если в Рождество будет усыпано небо звездами, то будет большой урожай и грибов, и ягод, и приплод скота будет хороший. Потому что это очень важно было для сельских жителей. Россия это была сельская. А вот по температуре есть какая-то примета? Вот если в Рождество, 37 градусов, если что-то там, что-то уродится, может быть, или больше чего-то будет при такой низкой температуре. Есть такая примета? А помните, все русские приметы идут, начинаются крещенские морозы. И когда их нет, народ сразу быстро понимает, что тепло. А когда приходит холод-то, что-то не радуется. Вот мы сегодня шли, все ребята, город вымер. Ну и что, что почти 40 градусов. Конечно, замечательно. Обязательно в Рождество холода. Должны быть морозы. Так что, ребята, у нас все хорошо. Я гуляю, холода не чувствую. Молодец, настоящий мальчик. Особенно если в школу идти не надо. Правда? Обязательно пошли на горки. Мы с другом минус 30 гуляем. Ну так святое дело. На горки сходил, в кино сходил, погулял где. Вот, замечательно. Сегодня пойдем гулять. Северянин. Гулять пойдем, а в школу как-то вот не хочется. Ну так это, как отменили в школу. Я просто из Сибири приехала. Ну так ты все, приятно посидеть. Вот еще такая немножко, давайте улыбнемся, пока у нас отвечают на наш вопрос. Как вы думаете, дети, что это у меня такое вот в руке? Деревяшка. Кора. Деревяшка, кора. Представляете, как девочкам замуж-то хотелось выйти. Как они гадали, в деревню, представьте, большая деревня, искали дом, в котором никто не живет. И вот эта девочка подходила, молодая девушка, да, к углу этого дома и пыталась откусить своими зубами часть вот этой щепины. Если она, представляете, откусила, потом подходила к колодцу и бросала. Если там булькнет, выйдет замуж в этом году. А если упадет эта щепина, и не будет никакого звука, не выйдите, девки, замуж. Вот так. Вот тут все решалось, счастливый случай. А у нас решает судьбу наших подарков, естественно, ваша эрудиция и помощь родителей. Если вот такой сложный вопрос, который прозвучал, все-таки сами не сможете ответить. Спрашивайте у родителей, что же такое подблюдная песня. Звоните нам, 211-101. Мы будем рады все-таки вручить хороший подарок тому, кто правильно ответит на этот рождественский вопрос. Белла Георгиевна, вот я думаю, просто ребята стесняются спросить, а чего это у нас на столе медвежья голова лежит? Очень хороший вопрос. Вот смотрите, сейчас ребята, одежда у них, как правило, традиция христианская, они не рядились в какие-то, а вот какие-то. А давайте попробуем детям задать вопрос. Как вы думаете, чего это у меня вот лежит? Это тотемное животное, медведь. Это тотемное животное, медведь. Миша, Миша, медведь. Вот, например, на Рождество они там походили, а потом, давайте-ка мы Семену одевать, Семен, пожалуйста. Выворачивали свои шубы, надевали, и все костюм одевали, скажем так, животных, как правило. И тогда у меня вопрос еще. Вот медведя уж очень у нас любили. Вот что оно такое, ребята, у меня, скажите? Не знаю, может быть, медведи цепляют за хвост. Медведи за хвост, очень интересно. Интересная версия. Хвост когда-нибудь сибиряк видел у медведя, чтобы цепнуть его? Или может, цепляться медведя? Нет. Вот мы специально принесли это. А может, нам вересение ответит, что это такое у меня в руке? Я просто медведя только в клетке видел. Это чего? Украшение, нет? Так. У меня это какие-то ассоциации с кочергой. Ну, есть же люди, которые понимают что-то. Дети, это кочерга. Блин. И вот не говори, дорогой мой. Вот я хочу вас спросить. Вот это кочерга. Вот сейчас, Семена, мы одели, как ходили, обычно, смотрите слово какое, ряженые. То есть не так, как обычно. Ведь мы не пошли бы вот так обычно. Похоже на слово ряженка. Вот. У тебя, видишь, ты вообще продукты питания. Тебя не покормила, наверное, мама с утра. Покормила. Ты все про еду, да про еду. Не, ну вы же с вами сказали, калятки это обязательно еда. Обязательно еда, еда, еда. Просто мандарины так лежат, облазите. Очень. Ну ничего, ты смотри. Подождите, Людмила Георгиевна, надо исправлять ситуацию. А то мы гостям мандарины дали, дети держите срочно. Возьмите, съешьте дети. Это вот просто... Саш, держи тоже, передавайте туда меньше. Так вот, смотрите. Семену прямо здесь, пусть это будет рождественский мандарин. Вот Семену повезло. У него простой, можно сказать, костюм медвежий. Нарядился и пошел, одел маску. Очень часто надевали на себя маску. Она, знаете, еще, ребята, а вот вопрос вам зададим. Может, Алексей у нас ответит. Ну я знаю, как она называлась. Как маска еще называлась? От слова лик. Молодец. Ну я же тоже готовился. Тоже замечательно. Личина. Личина. Одевали на себя личину. Когда вы услышите, вы вообще будете подкованы. Похоже на слово личинка. Да, вот опять же. Ну можно и личинка. Это маленький, кто шел. У него маленькая маска была, а он был личинка. А большой, то личину одевали. И некоторые люди, это, наверное, самые просто, самые талантливые, брали кочергу. Семен, давайте попробуем с Володей вымы это сделать. Да, Людмила Георгиевна, пока ребята берут кочергу. В руках надевали кочергу. Давайте мы попробуем задать вопрос попроще. И ходили типа медведи. И ходили типа журавлем. Есть, Злата, есть вопрос. Да, друзья, пока у нас про подблюдные песни ответа не прозвучало. Давайте дадим возможность услышать вопрос попроще. Снимай. Злата, давай. В руках. Кто первым принес весть о рождении Иисуса Христа? Во, замечательный вопрос. Итак, это вопрос для наших радиослушателей, дорогие друзья. Кто же первым принес весть о рождении Иисуса Христа? Звоните к нам по номеру 211-101. Заходите на сайт по вкладке веб-камера в студии на сайте эхакирова.ру. Вы можете спокойно все увидеть и услышать. Поэтому, дорогие друзья, мы будем рады, если ваш правильный ответ прозвучит как можно быстрее. 211-101. Вопрос. Кто первым принес весть о рождении Иисуса Христа? Хороший вопрос. Ну, если про подблюдные песни будет ответ. А, есть у нас, у нас сразу есть. Замечательно, молодцы. Итак, друзья мои, давайте. Итак. Здравствуйте. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Злата. Ничего себе. Такая редкость невероятная. Злата разговаривает со Златой. Давай, Злата. Ты хотел бы ответить на вопрос, кто первым принес весть о рождении Иисуса Христа? Да кто же это сделал? А, другой вопрос, да? Замечательно. Да. Подблюдные песни. Давай. Итак, Златочка, что же такое подблюдные песни? Потому что на столе стояла большая блюдная, из которого кушали. Блюдо-то, конечно, стояло, девочка моя. С таким красивым меню Злата. Только из него не кушали. Давай еще подумай. Вот что же там мама у тебя рядышком, наверное, сидит? Не, ну, да мне кажется, версия-то хорошая. Насчет кушать-то у нас вообще тема сегодня, вы не находитесь? Давайте, пусть будет так. Злат, это был очень сложный, на самом деле, вопрос. Поэтому, смотри, у нас есть куча самых разных подарков. Выбирай, какие тебе больше нравятся. Вот есть билеты в театр на Спаскай, на спектакль «Снежная королева». Есть книга сказки Барда Бидля. Есть энциклопедия «Мифология». В общем, и еще... Есть еще билеты в Киномакс и билеты в музей Артика. Замечательно. Вот что бы тебе хотелось, Злата, получить сегодня в качестве подарка за свой ответ? Билеты в Киномакс. Билеты в Киномакс. Хочу сходить в кино, да? Итак, ну что, билет в Киномакс, замечательно. Давайте похлопаем, похлопаем Злате. Сейчас нам Людила Георгина просто дорасскажет ответ на этот вопрос. Да, дорасскажем, дорасскажем. Сколько тебе годиков, скажи мне? Ты, наверное, маленькая еще. Когда ты будешь достигать возраста девичьего, почему-то всем девочкам хочется выйти замуж. Такое хорошее желание. И они собирались. И в русской литературе очень много написано об этом. И Александр Сергеевич Пушкин писал. И писал Лев Толстой в своих произведениях. Почитай. Девочки гадали. Страшно было, но гадали. И снимали с себя колечко, сережку, там платочек, еще что-нибудь. И вот в это большое блюдо клали все. Собиралась их, наверное, такая группа человек, предположим, пять, шесть, а может даже десять. А потом женщина, как правило, вот уже пожилая, все это перемешивала в этом блюде и доставала. Девочки пели песню. И под эту песню доставалось, например, колечко достало, а это Злато, ты положила это колечко. И вот на какой строке этой песни тебе досталось, такой у тебя и будет в этом году желание какое-то, не желание, может быть, а что-то происходило. И все думали об этой. И так все доставались, следующая песня пелась. И вот поэтому эти песни назывались подблюдные. То есть во время гадания, когда доставались вот эти предметы, и что на какую строку из этой песни доставалось. Поняла, что блюдо ты клали? Анатольевна, это вот замечательно, опять же, для тех, кто уже достиг определенного возраста. Я и говорю. А вот для наших юных слушателей, юных открывателей, здорово, когда стоит на столе большое блюдо, из которого можно что-нибудь вкусное съесть. Знаете, ребят, это просто замечательно, потому что самые замечательные традиции Рождества, которые переходят из поколения в поколение, это надо ходить в гости. И всякие вкусности, да. А вот у нас гости там уже, давайте мы еще споем там, и кочергу куда-то уже спрятали. А вот она, Володя, одевай на себя, пожалуйста. Нечего, нечего. Вот самое трудное было журавелю, да. Видите, что? Вот так вот надевала на себя, а у нас вот потолок не позволяет. Ну, ребята, слава богу, видят. Я думаю, наши радиослушатели, если заходят на сайт и смотрят все в прямом эфире, то обязательно тоже увидят, как выглядит Володя сейчас в образе журавля, а Семен в образе медведя. Друзья, ну что, еще одну песню специально от вас, для нас и для всех наших слушателей. Да, мы еще хотели сказать, что вот в эти дни особенно, да, вот много как-то зерно использовали, да, и не только в гаданиях, а на утро мальчики, да, 7-го числа ходили, они сеяли, веяли и посевали. И вот такую песню они пели. Семь веем посеваем, с Новым годом поздравляем! Все будет вам здорово, угрожаю вас большой! Семь веем посеваем, с Новым годом поздравляем! Уродись у вас омел, чтобы на два метра рос! Уродись у вас шиничка, коротки, чечевичка! Семь веем посеваем, с Новым годом поздравляем! Настали всегда пирог, легких-легких вам дорог! Спасибо большое! Ребята, возьмите еще себе по мандаринке, нам очень радостно, что вы были сегодня. Давайте, подкрепитесь витаминками, и вам еще по мандаринке. И нам, говорит, по мандаринке дайте! Спасибо большое! Спасибо, Людмила Георгиевна! Давайте еще раз похлопаем, это был ансамбль вятской казачьей песни «Вересень». У нас небольшая пауза, а после мы обязательно вернемся, дорогие друзья. Напоминаем, звоните 211-101, отвечайте на вопросы, либо смотрите нас на сайте хакирова.ру в прямом эфире. Программа не имеет возрастных ограничений. Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе! Ну что ж, еще раз здравствуйте, дорогие наши друзья, юные открыватели, юные слушатели, мамы, папы, бабушки, дедушки. Мы продолжаем нашу программу и у нас в студии появился новый гость, гостья. Это Елена Шестакова, историк. Нам очень приятно было сейчас поговорить с предыдущей группой гостей о рождественских традициях, обычаях, народных каких-то интересных приметах. А сейчас мы коснемся такой уже серьезной стороны этого вопроса «История Рождества». Ну, в каждой серьезной теме есть, конечно, и интересные вещи, которые могут быть не всегда серьезными. Елена, скажите, пожалуйста, вот елка. Елка – это такое замечательное событие в нашей жизни. Как только она появляется, у нас сразу праздник ощущается. Когда появилась традиция ставить дома елку на Рождество? Здесь надо смотреть, традиция где – в Европе или же в России. Хронологически очень сильно различается. Если мы будем говорить про Европу, то, пожалуй, первым, кто предложил ставить елку, был Мартин Лютер. А это время реформации, это 16 век. Елку запрещали много раз. Елку запрещали уже после того, как Лютер, собственно, ее предложил ставить, но началось это все с него. Причем елка и тоже прижилась не сразу. Это сначала было дело, частное дело конкретно его семьи. Он шел, ну, я читала такую легенду, вот он шел в канун Рождества, смотрел на звезды, размышлял, как прекрасен Божий мир, срезал елочку и принес ее домой. То есть вот прямо так? Да. Шел, шел, думал и срезал по дороге. Да, вот он думал о Боге, о прекрасном, о звездах, и вот она елочка-то вот перед ним. Ему все понравилось. Вот. Обычай распространяется достаточно медленно. В Германии повсеместно ее начинают ставить уже в веку, только ближе к 18-му. А если говорить о России, то елка ставится, как новогодний символ со времен Петра. Побывал в Европе, посмотрел на европейские обычаи, понравилось. Вот он елку ставит, но именно для украшения новогоднего, не рождественского ни в коем случае. Ну да, у нас сейчас это все-таки елка новогодняя, правильно? Мы к Новому году, не к Рождеству, ставим уже елку, причем намного раньше даже. Да, вот вы когда поставили ребят елку дома? В декабре. В декабре. А когда, Саша, Миша? Мы 17 декабря, по-моему. 17 декабря. Ну то есть примерно за две недели, думаю, что пришло. Уже стояла елочка. А вот смотрите, мы сейчас замечательно опять тему затронули. Смотря с какой стороны посмотреть, с точки зрения европейских традиций или наших отечественных. А по поводу Рождества, вы ведь тоже наверняка знаете, что в Европе в большинстве стран Рождество отмечают не совсем в то время, когда отмечают его у нас в стране. Знаете, да? Когда Рождество отвечает Европе? 25 декабря. 25 декабря. Вот тоже интересное ведь расхождение. Почему так? У католиков Рождество чуть раньше, у нас позднее. Это объясняется разницей календарей. Когда-то мир жил по юлианскому календарю, который был введен еще Юлием Цезарем. Но календарь устарел, набежали лишние дни. Календарь Цезаря немножко не точно подсчитывал количество дней в году. И Европа в какой-то момент переходит на григорианский календарь, который был введен папой Григорием. Это происходит во второй половине 16 века. А на Руси сказали, мы не будем переходить на юлианский календарь. Нам не нравится. Все плохое идет с проклятого Запада. Ну, не будем и все. В конце концов, только большевики в 18-м году перешли на григорианский календарь. Мы сейчас, как и в Европе, живем по григорианскому календарю. Но церковь все равно не отказалась от юлианского календаря. И таким образом, 7 января по юлианскому календарю церковному в соответствии 25 декабря григорианского календаря. То есть 7 числа для церкви это 25 декабря на самом деле. А для нас, для всех, для всего мира это уже январь. Вот чем объясняется разница. Злата, напомни, пожалуйста, свой вопрос, который вот у нас мы ждем очередной звонок. Надеемся, что к нам слушатели дозвонятся. Напомни, пожалуйста, вопрос, который касался Рождества от тебя. Хорошо. Кто первым принес весть о рождении Иисуса Христа? Самый легкий вопрос. Спасибо. Не самый, но легкий. Ну, вот для наших юных открывателей в студии этот вопрос легкий. Посмотрим, как справятся с этим вопросом наши слушатели, пока не дозвонились. Ребят, у вас есть замечательная возможность задать вопрос про Рождество, про исторически какие-то важные факты нашему уважаемому гостю. Итак, пожалуйста, ребят, не стесняйтесь. Я думаю, Елена с легкостью и с радостью ответит на ваши вопросы. А когда начали календарь? В каком году примерно? Год определить, разумеется, невозможно, а сама традиция калядок восходит еще к языческим временам, потому что, строго говоря, калядки – это вообще языческий обычай, и его просто при христианизации Руси попытались заместить Рождеством. По времени это достаточно близко стояло, ну, сместили немножко еще в угоду замены праздника. То есть, вообще, Рождество изначально было 6 января, по юлианскому календарю я имею в виду, вот. А день солнцестояния, день каляды, был 21-22 декабря, переместили на 25 число, там уже близко по декабрьским получается, но и в результате решили, что это вот такой один общий праздник. А калядовали, видимо, еще со времен Средневековья. Калядовали, калядовали, а кто такая каляда или каляда? Знаете, ребята? Календарные обрядовые песни славян, исполняемые преимущественно в святочный период, во время ритуальных обходов по домам. Это калядки, а кто такая каляда? Вот кто такая каляда, честно? Я подскажу, кто такой? А, это он. То есть, я, честно, не в курсе был, хоть я тоже готовился, но я не в курсе. Вот этот вопрос... Человек, наверное, какой-то, с ним что-то случилось, и все с него назвали песни. Ну, неужели ради человека будут праздновать столетиями какой-то праздник? Знаешь, что он что-то сделал? Ну, неужели это человек? Итак, давайте напрягаем мозги, напрягаем наши извилины, Миша, Злата, Саша. Итак, кто же такой каляда? Ну, обычно так бывает. Просто в Англии там Чарльз Диккенс придумал эти калядки, и про него они как раз и поются. Итак, друзья, пока мы думаем, да, об ответе на этот вопрос у нас есть ответ от наших слушателей. Привет! Как тебя зовут? Алло, Влада, здравствуйте. Здравствуйте, еще раз можно чуть громче, чуть внятнее представьтесь, пожалуйста. Влада, Влада. Влада. Да. Замечательно, здравствуйте еще раз. Говори ответ на вопрос. Угу. Алло. Алло. Открытый вопрос, Волхвы. Волхвы. Влада, замечательно. Правильно. Это правильный ответ, Злата? Ангел принес первым. Ну, на самом деле были и волхвы, которые возвестили всему миру, а есть еще, скажем так, предыстория, да, я правильно понимаю. Первым были ангелы, которые благою эту вести принесли. Влада, ну ты молодец в любом случае. И в какой школе учишься, если не секрет? В Вятской гуманитарной гимназии. В Вятской гуманитарной гимназии. Замечательно. О, как мы с Мишей. Она моя одноклассница. Меня тоже. О. Ты узнала по голосу? Да. Замечательно. Вот Миша говорит, что ты с ним в одном классе учишься. Есть такое дело? В четвертом Б. В четвертом Б. Прям вот сразу. Влада, Владыша. Я в шестом Б. Приятно, что вас поддерживают одноклассники. Ну что, принимаем ответ. Влада, выбирай. Вот тебе сейчас Злата расскажет за ответ на этот вопрос. Какие призы еще остались? У нас еще остались призы сказки Барда Бидля из библиотеки Хогвартса. Потом билет на две персоны в Театр Наспасской на спектакль «Снежная королева» 14 января в 11.00. Потом у нас остались открытки из Кровеческого музея. Да, набор открыток замечательных просто. И билет на две персоны в... Музей Арктика, наверное, да? Итак, что выбираешь, Влада? Я выбирала первая. Ну а еще раз? Первая-первая. Первая-первая? То есть сказки Барда Бидля из библиотеки Хогвартса? Барда. Замечательно. Вот с комментариями, между прочим, профессора Альбуса Дамблдора. Вот все есть. Книги сегодня у нас пользуются популярностью. Спасибо, Влада. Дорогие друзья, мы продолжаем. Елена, вам слово. Я хотела бы немножко уточнить. Когда Петр вел елку, это не рождественская елка. Это елка новогодняя сугубо. Причем елкой или еловыми веточками украшались дома снаружи. В дом ее никто не затаскивал. И это положение будет сохраняться достаточно долго. В 18 веке никаких елок по домам не стояло. То есть они стояли во дворе где-то, да? Да. И украшали там, допустим, ворота веточками. Но в дом их никто не потащит. И елки в домах, ну, к 19 веку, как вы, я думаю, знаете, в Петербурге было много немцев. Немцы-то в домах у себя ставили елки. Русские не ставили. Поэтому, например, если вы будете читать Пушкина, вы нигде у него не найдете упоминаний о рождественской еле. Он никогда не был на рождественской елке. Просто потому, что их еще не ставили. Ну, нам повезло. Ребята, у нас елка на Новый год и на Рождество еще наверняка стоит у вас. Правильно? Да. Елки вы ведь еще не убирали. Теперь подарки подрать. Да, у кого-то жива, и подарки мы, и рождественские гадания мы тоже замечательно уже познакомились с ними. Раньше подарки ложили в чулки или носки. Ну, их в некоторых странах и продолжают класть в чулки и носки. Это вот у нас под елочку их складывают. Ну, как вам вообще рождественские традиции, обычаи? Будем калядовать? Ну, у нас есть возможность. А кто гадать, кстати, будет? Это же тоже одна из рождественских таких возможностей, когда разрешено даже церковь, насколько мне известно, принимать участие в этих гаданиях. Я буду вызвать дух бабушки. Дух бабушки. Ну, в общем, погадаем обязательно. Спасибо. А мы гадать не будем. Мы находимся сейчас в нашей студии. Эхо Кирова, дорогие друзья. Эхо Москвы в Кирове продолжает программу «Открывашка». И, дорогие друзья, нам очень хотелось сказать большое спасибо и Людмиле Георгиевне, которые уже ушли в студии, и вам, Елена. Программа на этом заканчивается. Наши юные исследователи, юные открыватели здесь в студии. Встретимся с вами в следующее воскресенье. Да, на волне 101 и 0 FM в 10 часов утра. Настраивайтесь на нашу волну всей семьей. Открывайте мир вместе с нами. Ребята, спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто отвечал на вопросы тоже. Да, но мы надеемся, что будут отвечать в дальнейшем. Спасибо, Елена. Спасибо. Всем пока. Пока. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».